Ну а пока перемирие. Под свист пуль и разрывы снарядов. Вот, например, сегодня со ссылкой на Александра Хуга, первого заместителя главы мониторинговой миссии ОБСЕ, появилась информация о том, что за время так называемого школьного перемирия с 25 августа на Донбассе зафиксировано более 4000 обстрелов. Боевики нарушают договоренности каждый день. Вчера обстреливали позиции наших военных возле пропускного пункта Майорская, через который проезжают мирные жители. К счастью, пострадавших среди них нет, но в рядах военных за последние сутки есть потери. И сейчас на фронте работает наш военный корреспондент Геннадий Вивденко. Он с нами на связи. Гена, добрый вечер. Какие последние у тебя новости с фронта? Прошу. Добрый вечер, Алексей. Новости у меня, к сожалению, не добрые. Вчера под Авдеевкой погиб боец 72-й бригады с позывным «Матрос» от снайперской пули. Пятеро бойцов за неделю были ранены. Окупанты особенно активны под Мариуполем, Песками и Авдеевкой. В основном, как говорят военные, это демонстрация их огневого присутствия. Уже массировано используют бронетехнику, тяжелую артиллерию, снайперские пулеметы. Утесы в них постоянно работают. Это носит провокативный характер, чтобы мы ответили. На данный момент у нас перемирие, нам не можно ответить только в разе прямой загрозы. Это крупнокалиберный кулемет, калибр 12,7. Они с прицелами больше точно работают. С минувшего воскресенья по подсчетам штаба АТО российские оккупанты открывали огонь почти 200 раз. Когда группы противника подходили совсем близко, наши давали отпор и стрелкового оружия, и гранатометов. Всего более 40 раз. Руководство штаба АТО опровергает информацию, распространяемую в интернете, что якобы бойцов будут штрафовать за открытие ответного огня в свою защиту. Между тем, на наших глазах вчера из поселка Пески увезли трех раненых бойцов. Там весь день обстрелы. Противник применяет тяжелые минометы, БМП и танки. Привокуют нас на открытие огня с наших огневых точек, чтобы танкам с большого расстояния их погасить. 1 минут 40 там ездят. В начале началось 120-х минометов, значит, все обстрелы. Часово в полдевятого десь приблизно вечера. Ну, минут 40 они лупили 120-ми безпрерывно сюда по поселку. Когда начали работать по нас крупнокаліберные полеметы, те цели, которые мы можем погасить, начали уже провоцировать, ну, стрелять по позициям. БМП стрелял в основном сюда. Позапновились бои в Луганской области. Под поселком Крымским ранены двое украинских бойцов. Но есть и хорошая новость из Донбасса. Началось строительство газопровода Очеретина-Авдеевка. Боевики перебили трубу, которая шла с оккупированной территории. И не дают ее ремонтировать, шантажируют. Три месяца больше 15 тысяч человек живут без газа. Но теперь прокладывают новый газопровод с нашей стороны. Мы пока люди выживают как могут под обстрелами, которые противник не прекращает. А в неофициальных беседах наши бойцы признают. Так называемое школьное перемирие закончено. Это все пока, Алексей. Спасибо, коллега. Наш военный корреспондент Геннадий Вивденко продолжает работать на востоке страны.